Как провести время с пользой и куда сходить в выходные расскажу прямо сейчас. Здравствуйте в эфире программа область культуры афиша в студии Ростислав Азизов. Прохор Шаляпин, Анитацой, Сергей Любавин, Тодес, поющие гитары и многие другие. В Благовещенске совсем скоро стартует новый концертный сезон. Кто выступит в общественно-культурном центре, расскажет Надежда Багрова. С сентября месяца мы готовы встретить всех на нашей Благовещенской земле в общественно-культурном центре артистов. График уже сформирован вплоть до декабря месяца. Заходите на сайт ukcblag.ru, смотрите своих любимых артистов, приходите в кассу, покупайте билеты. К нам приедут такие артисты, как Наташа Королева. Кстати, на нее билетов совсем немножко осталось, можно поторопиться. Тот, кто хочет попасть на ее концерт. Елена Ваенга даст два концерта. Виртуозы Москвы, оркестр приезжает. Нужно будет послушать классическую музыку. Ну и многие другие. То есть все на сайте всех артистов можно посмотреть. Но свой сезон мы, конечно же, начинаем традиционно с Амурской осени. 14 сентября стартует Амурская осень. И уже на этой неделе поступят билеты в продажу. Спектакли достаточно хорошие, артисты интересные, своеобразные. Каждый сможет выбрать для себя своего любимого актера и сходить на этот спектакль. В рамках фестиваля кинотеатра Амурской осени на сцене ОКЦ покажут семь конкурсных спектаклей. Это лабиринты сна, которые представит Глеб Матвейчук. Ну и фрукты с Еленой Борщовым, Александром Стекольниковым. Спектакли «Босиком по парку» сыграют Ольга Хохлова, Валерий Афанасьев, Петр Красилов. Также зрители смогут посмотреть на авантюристов по неволе. Главная роль у Павла Прилучного. Моноспектакль представит Амурчана Мелиза Арзамасова, которая стала постоянной гостью фестиваля. Стоимость билетов на конкурсные спектакли от полутора до трех тысяч рублей. Они уже в продаже. Приобрести их можно в кассах ОКЦ и Амурской областной филармонии. Амурский областной дом народного творчества приглашает на бесплатные киносеансы. В Благовещенске впервые пройдет фестиваль «Коникфильм». Амурская столица стала единственным городом Дальнего Востока, где можно увидеть короткий метр. Главная идея фестиваля – открытость и доступность просмотра краткометражного кино. Список фильмов уже размещен на сайте фестиваля. Ссылка сейчас на экране. Подробности расскажет директор АУДНТ Анна Филоненко. На этой неделе у нас со среды по воскресенье каждый день с 7 по 11 августа мы будем смотреть короткометражное кино. Это новый фестиваль, новый для нас. Вообще это всероссийский конкурс, который проходит уже шестой раз. И впервые на Дальний Восток привезут вот эти картины, которые мы увидим. Их будет порядка 50 штук. Каждый день с 7 по 11 августа. В зрительном зале Дома народного творчества мы всех ждем. Вход, конечно же, бесплатный. Все фильмы, которые мы увидим, рассчитаны на аудиторию старше 16 лет. Также на этой неделе нас ждет встреча с ветеранами Амурского народного хора. 9 августа мы всех приглашаем в 4 часа дня в наш зал. В этот день соберутся все те, кто стоял у стоков нашего хора. Мы посмотрели, по статистике это будут у нас участники с 62 года по 12. Поэтому будет очень интересно. Соберутся все, 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 кого они давно не виделись, приезжают даже из других городов люди. Сегодня это участники сторонушки Амурской, казачьей песни, вдохновения. То есть все вот эти вот наши артисты соберутся и споют снова вместе. С пользой провести выходные можно и в Музее мастерской народного художника России Александра Тихомирова. Для посетителей здесь подготовили новый мастер-класс. Какой, узнаете далее. Приглашаем вас 10 августа в 14.00 в Музее мастерской Александра Тихомирова на тематическую экскурсию «Оконопись Александра Тихомирова», которую проведет специалист экспедиционного и выставочного отдела Краеведческого музея Валентина Сергеевна Лазарева. Во время экскурсии гости узнают о новом направлении в живописи, которое открыл и автором которого является Александр Тихомиров. Это религиозные сюжеты на старых ставнях. Он их использовал в своей работе. Валентина Сергеевна раскроет замысел и сюжеты авторского направления Александра Тихомирова, которое он в 1995 году зарегистрировал в российском авторском обществе как объект интеллектуальной собственности. Данная экскурсия будет интересна скорее взрослой аудитории посетителей. На этом у меня все. Проводите время с пользой и будьте с культурой на «ты». Пересмотреть этот выпуск или другие наши проекты вы можете на сайте amrobel.tv. Еще больше информации на страничке Амурского областного в Инстаграм. До новых встреч в эфире. Увидимся.